Витаю всех летающих в ТАПИД-поснанки в ЦАКанал СЕЧАС. Я Улена Кырки, разум земное на стриме. Илья Конумарев, русский оппозиционерик из 13-го урока живого эмиграции, полученный депутат Держдумы Руси, заснованных утра февраля. Илья Владимирович, рада вас приветствовать, рада видеть. Доброго дня. Начать разговор хочу, пожалуй, вот с чего. Средина августа. Уже прослеживаются те тенденции, которые будут сопровождать российскую политическую жизнь этой осенью. И какие тенденции видите вы? Это прям провокационный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить, не выходя за рамки цензурных выражений. В общем, все будет развиваться поступательно. Все нормально, падаем, как когда-то сказал Леонид Быков. В общем, все нормально, они будут падать. В какую сторону и с какой скоростью? Вот это вот то, что всегда хочется знать, потому что главное, что хочется всегда знать, когда. То, что это все рухнет, мы, в общем, все уже хорошо представляем. А вот когда было бы очень интересно узнать. Но тут это все зависит от, прежде всего, вооруженных сил Украины. Ну, и так же зависит от деятельности, в том числе и российской оппозиции, да, что будет дальше. И тут хочу оттолкнуться от... Конечно, по-моему, от деятельности российской оппозиции, вот в том виде, в котором обычно представляются российскую оппозицию, это не зависит вообще. Ага, а давайте вот об этом как раз детальнее поговорим. У вас был пост интересный, собственно говоря, и на Facebook страница о том, а что же... Насколько вообще едина, да, российская оппозиция, что не дает ей объединиться? Вы говорите о том, что отношение к боевым действиям и применению силы, вот тут очень неоднозначны, да. Есть те, кто за, собственно говоря, дипломатию, такие голуби мира, есть те, кто говорит о том, что только военный путь решает эту проблему и снимает эту власть. А может быть, все гораздо проще, единства нет, потому что, ну, уже фактически делят шкуру неубитого медведя и существует уже в рядах оппозиционеров какая-то политическая ревность, а кто же будет следующий и какую должность получит. Вот это не дает объединиться и это не дает, собственно говоря, извне даже показывать единство Западу и то, что Запад уже может полагаться на эту оппозицию и видеть в ней переменное правительство, преемников Путина и так далее. Ну, во-первых, нельзя объединить то, чего нет. Ну, подождите, а как же декларация, которая была подписана в Берлине, если я не сомневаюсь, если я не ошибаюсь, да, которая, собственно говоря, зафиксировала это объединение, да, что все как единый кулак. А единого кулака, судя по выражениям и высказываниям, нет. Майя, Ален, есть оппозиционеры, их, безусловно, есть и даже какое-то количество, да, а вот оппозиции как силы нет. На данный момент, если говорить про то, что существует в качестве каких-то организационных ядер, то существует прежде всего легион «Свобода России», вот это вот дееспособное, вооруженное, целеустремленное подразделение, да, которое стремится к смене власти в стране. Существуют сетевые структуры внутри России, которые занимаются партизанской борьбой. Существует съезд народных депутатов, который является теневым парламентом. А дальше существует то, что стыдливо называется командами, значит, отдельных оппозиционеров, да, то есть существует там, значит, команда Алексея Навального, фонд по борьбе с коррупцией существует, команда Михаила Ходорковского, так называемый антивоенный комитет существует, команда Гарри Каспарова, российский комитет действия, да, но это все просто какие-то оболочки, которые оттеняют, вот, значит, одного лидера. И в этом смысле каких-либо организованных политических сил они из себя не представляют. То, что вы говорите по поводу конкуренции, да, это, безусловно, есть, потому что, ну, до сих пор российская оппозиция хорошо понимала, что ей ничего не светит, и, как это тоже деликатно люди говорили, играли в долгую. Ну, то есть ничего не делали и ждали, когда все само собой образуется. Там Путин помрет в силу возраста и болезней, там еще что-то, значит, такого рода произойдет. Сейчас, поскольку идет война и все видят, что Украина побеждает, то сейчас, соответственно, большое количество вот этих российских, так называемых, оппозиционеров хотят прокатиться на спине вооруженных сил Украины. То есть они хотят, чтобы в результате военных поражений в России сменилась власть, после чего, поскольку Украина достаточно пассивна на данный момент с точки зрения определения архитектуры будущей России, то, соответственно, вот там в разных европейских столицах россияне надеются, что там вступят американцы, европарламентарии, британцы, которые скажут, вот так надо. И, значит, направят вот этих самых оппозиционеров на царство в Москву. Ну, на мой взгляд, эти, конечно, влажные мечты, они абсолютно несбыточны, потому что просто нет ни одной причины, почему. Собственно, Запад должен направлять, пусть даже самых замечательных представителей оппозиции на царство в Москву. Власть же не дают, власть берут. И только винтовка порождает власть. Поэтому я считаю, что единственным на данный момент игроком может быть только Легион Свобода России и те политические структуры, которые играют с ним в связке. А, кстати, вот на Западе с кем активнее говорят? С этими так называемыми голубями мира, да? Или же с ястребами? Ну, смотря с кем. То есть, кто говорит, я имею в виду. Значит, если говорить про западноевропейцев, то, да, им комфортнее всего говорить с теми, кто там за ненасильственные, там, феминистические, ЛГБТ, там, значит, такого рода проекты. Все прекрасно, это все очень нужно. Просто это не про сегодняшний день, да, в России. Но с ними, вот там, европейские парламентарии, там, немцы всякие, французы, да? То есть, вот, они очень любят с ними общаться. В, там, Соединенных Штатах или Великобритании, в общем, понимают, что в этом смысла никакого нету и не общаются. Но они не общаются ни с кем, потому что общаться с теми, кто может что-то сделать, типа, Легиона, это им страшно. Ну, что там, эскалация, ядерное оружие, там, распад России, для них абсолютно неприемлемый сценарий. Поэтому они боятся играть в эти игры как-то самостоятельно. Зато, вот, здесь очень активно общаются, например, восточные европейцы, ну, Украина, соответственно, конечно. Вот, в последнее время к ним присоединилась Япония, которая увидела возможность заключить мирный договор и там решить, по конец, вопросы северных территорий. То есть, они начали, ну, все же видят, кто может, а кто не может, да? То есть, вот, они начали вести диалог с тем же съездом, потому что понимают, что это может действительно стать реальной властью. Все-таки, смотрите, получается, что на Западе продолжают бояться распада России. Да. Ну, ведь неоднократно вы, в том числе, проводили параллели с Советским Союзом и с ядерным оружием. Я не проводил. Я не проводил, я считаю, что эта ситуация совершенно не похожа на Советский Союз. Поэтому я как раз критиковал тех людей, которые проводили эту параллели. Да, то есть я ошиблась, просто прощения, да. Да, тут просто, понимаешь, это как раз, это достаточно важный вопрос. Просто моя позиция по поводу распада заключается в том, что, ну, я считаю его маловероятным, там, многократно менее вероятным, чем распад Советского Союза в силу устроенности России, регионов. Да, то есть люди смотрят очень с такого, с птичьего полета на всю эту ситуацию, не погружаясь в детали. В Советском Союзе национальные республики, 15 республик, в каждом была своя национальная элита, налоги собирались внутри республики, был то, что называется народно-хозяйственный комплекс, который управлялся изнутри республики. То есть эти республики имели гораздо более высокую степень обособленности, чем современные российские регионы, в которых во многих, значит, границы проведены сугубо условно, это чисто административная история управленческого характера. Плюс к этому, там, 70% населения России это русские, причем большинство того, что называется национальными республиками, большинство населения все равно русское, а не, значит, какой-то вот титульная народность. И вот все вместе это делает, на мой взгляд, процесс распада достаточно маловероятно. Но это неважно, потому что я считаю, что мы должны относиться с уважением к желанию кого-то отделиться. Если кто-то проявит подобное желание, там, не на уровне пяти человек, да, то есть на уровне какого-то национально-освободительного движения и так далее, то я не вижу никаких причин, почему нельзя реализовать право народов на самоопределение. Ну, просто мы не должны ставить это в главу сценария. Может быть, это случится, но, скорее всего, это не случится. А Запад очень этого боится. Он боится того, что, там, Китай возьмет, там, значительную часть Сибири, например, себе. Там есть люди, там, которые прямой прям аннексии боятся. Ну, я тоже считаю, что это, там, тоже очень маловероятно. Но усиление китайского влияния в Сибири, если будет происходить процесс распада, это, конечно, возможно. С ядерным оружием, ядерное оружие, оно физически находилось на территории России, Белоруссии и Украины. Сейчас ядерное оружие находится практически исключительно на русских территориях. Но дело не в том, что Запад боится, что, там, один регион России будет воевать с другим регионом России. Запад боится того, что будут какие-то криминальные элементы, типа, там, Пригожинских, которые начнут, там, отдельными боеголовками торговать. Вот чего они боятся, что они, там, продадут их, там, в Иран или Северную Корею, или в Африку какую-нибудь. Вот этот вот риск, которого они хотят избежать. Они хотят избежать хаоса. То есть, собственно говоря, вот этот Пригожинский недопутч еще раз укрепил Запад в его вот этих вот опасениях, да, относительно ядерного оружия. Я бы сказал, что Пригожинский недопутч сыграл одновременно в две стороны. То есть, с одной стороны, да, и Путин старается максимально поднять уровень страхов о том, что, вот, смотрите, если не я, то вот такие вот негодяи, значит, преступники, в прямом смысле слова. Поэтому, может, лучше я. Значит, с другой стороны, Запад увидел, что тот сценарий, про который, вот, мы говорим, там, Легион говорит, что такой сценарий абсолютно возможно, что этот режим не настолько крепок, и что для смены власти не нужна полномасштабная, там, гражданская война с постепенным походом на Москву, а вполне возможно достаточно одного стремительного, но решительного удара. Поэтому, с точки зрения, как раз, вот, контактов с нами, они резко активизировались после мятежа Пригожина. То есть, они пока на таком очень осторожном, я бы сказал, неформальном уровне происходят, но зато их там возросло на порядок. Именно потому, что у многих возникло ощущение реальности подобных перемен. Смотрите, Илья, а вот возвращаясь к этому недопутчу. Может ли быть так, что вот эта несостоявшаяся революция, она дала возможность пресечь какие-то действительно масштабные, реальные протесты, которые могли вспыхнуть как раз этой осенью? С начала года об этом многие политологи, эксперты говорили, что тут и поражение на фронте, и социально-экономическая абсолютно такая негативная ситуация сейчас в России, она может подтолкнуть, да, что вот это вот моментально вспыхнет, и это остановить будет невозможно. А тут Пригожинский, да, вот этот недопутч, который помог изучить, кто свой, кто не свой, дал возможность вооружить сейчас тяжелым вооружением нацгвардию, которая непосредственно будет охранять, наверное, Кремль, да, и, собственно говоря, поставила крест на том, что могло бы быть. Вот как вы относитесь к такой теории? Отношусь к ней абсолютно негативно. Я считаю, что это не соответствует действительности. Во-первых, потому что я не ожидаю никаких массовых протестов до начала элитных волнений. То есть я считаю, что нас ожидает сейчас сценарий февраля 1917 года, а не там 1905-го. Вот, не будет там похода к Кремлю, там папа Гакона, значит, там с просьбой, то есть это батюшка родной помилуй, да, вот такого происходить не будет. Будут, будет, ну, кто-то может говорить, там заговор, значит, мятеж, там разные могут быть термины, но должно возникнуть брожение в верхах, и я думаю, что спусковым крючком к нему будут не экономические какие-то или социальные причины, а причины военные. В тот момент времени, когда элита поймет, что больше ждать нечего, и что риски от ожидания выше, чем риски от действия, вот тогда, соответственно, что-то и произойдет. То есть, скорее всего, это падение Крыма будет триггером к подобным переменам. Но дальше, соответственно, уже наша задача, чтобы это не остановилось на уровне вот таких вот элитных волнений и пертурбаций, чтобы эту ситуацию добить, и Легион, Свобода России готовится как раз к этому. Ну, элиты сейчас все равно не едины, получается, да? Ну, они никогда не были едиными, так же, как российская оппозиция никогда не была едины, так же, элиты никогда не были едины. А как они в какой-то определенный момент смогут договориться, и, собственно говоря, может быть тот сценарий, о котором вы говорите? Никак они не будут договариваться. Договариваться опасно и не имеет никакого смысла. Существуют разные кланы, и это путинская, собственно, стратегия максимально разделять, там, они называют это башни кремлята, то есть, вот, ну, реально, значит, различные внутриэлитные группы. И Путин их все время друг с другом стравливает, чтобы как раз они друг на друга стучали, чтобы они друг за другом смотрели, чтобы они друг с другом конкурировали и тем самым не могли сговориться. Но так и не надо. Их подтолкнет к этому конкуренция в момент, когда вот все, ситуация будет уже находиться на грани падения, они просто на перегонки будут действовать, да, и, конечно, там непосредственное дело сделает одна из этих групп, вот, но все остальные будут тут же, значит, прыгать, чтобы не дать ей захватить власть в одиночку. И это и будет залогом того, что можно будет всю эту комарилью добить в целом. Что лично у вас сейчас вызывает оптимизм? Ну, я считаю, что на фронте, хотя все медленно, но идет в нужную сторону, легион растет, Запад начал, наконец, обсуждать вот эти вот сценарии постпутинского устройства, то есть это означает, что ситуация, хотя медленно, гораздо медленнее, чем мне бы лично хотелось, но она развивается в нужную сторону. У меня сейчас самое главное опасение связано, на самом деле, с политической позицией Украины. Я про это говорил вот как раз очень-очень много раз во всех эфирах, и в наших с тобой эфирах про это говорил. Тут главное не упустить инициативу, потому что на крови украинцев, на жертвах украинской армии прокатиться хочет не только российская оппозиция, но в том числе и западные элиты, там, соответственно, руками Украины придушить этот режим, а потом, значит, выстраивать там что-то, что они сочтут для себя приемлемым. Вот тут важно, чтобы Украина инициативу из своих рук не выпустила, чтобы она предлагала видение будущего всего постсоветского пространства, России в частности и, ну, как минимум, восточной, наверное, целиком Европы. Вы говорите о том, что постпутинскую Россию на Западе только-только начали обсуждать. На каком уровне эти обсуждения происходят? Ну, пока экспертно, но, то есть, эксперты начинают формулировать тогда, когда они понимают, что есть запрос от политиков, и этот запрос, я вижу, что он появился. Ну, то есть, пока, как всегда, там, значит, от наиболее авангардно прогрессивно мыслящих политиков. Но это означает, что там пройдет несколько месяцев, и это будут обсуждать уже все. И я знаю, вот, про планы на осень в нескольких странах, в Соединенных Штатах, в Польше, Великобритании готовятся мероприятия по подобного рода обсуждениям. Интересно. Ну что ж, тенденция действительно положительная? Будем следить за развитием событий? Я благодарю вас, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда рады вас видеть на канале сейчас. Спасибо большое, всегда рад. Илья Пономарьев был вместе с нами в этой поре. Традиционно закликаю наших глядачей поддерживать этот стрим лайком, коментарем, и так же, пожалуйста, пишите его интересные думки, которые мают почути больше людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!